Здравствуйте, дорогие друзья! Вот я вроде бы и похудел слегка. Ну, как слегка, всего получилось около 8 килограммов. Хотя сегодня утром я вот уже первый раз, да, по-моему, первый раз весил 88. Ну, то есть плюс-минус там 9-8 килограммов я скинул. Соответственно, конечно, эта форма не идеальная. Не переключайтесь, сейчас я расскажу, как я худел, собственно говоря, как я за месяц сбросил 8 килограмм. Вот, главное, что я хотел сказать перед тем, как я продемонстрирую, да, свою форму, как я похудел, нужно учесть, что у меня задержка жидкости еще есть. Потому что, ну, естественно, когда сильно худеешь, если я перестану принимать электролиты, то, соответственно, конечно, элементарно начнут сводить мышцы. Чтобы мышцы не сводила, я принимаю электролиты. Плюс еще, чтобы особенности учесть моего кишечника, я пью 17-е синтуки. Это все держит во мне водичку. Я это позже уберу, то есть, соответственно, конечно, я за первый месяц старался показать какой-то видимый маломайский результат, поэтому я очень торопился для вас вот так вот сильно похудеть. Чуть позже это будут не такие сильное количество в килограммах изменения, но гораздо более яркое изменение в плане, соответственно, уже более качественного изменения слива жидкости. То есть, я просто чуть убавлю электролиты, немного поменяю диету, у меня еще осталась молочка, и, соответственно, уже будет посушен тело. Ну и, дорогие друзья, давайте посмотрим, как я похудел, мою форму, и дальше обсудим, как именно я это сделал. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, как бы я не боролся за свой объем рук, к сожалению, ушли руки, как вы видите. Ну, однако, соответственно, я вполне доволен своими объемами. Это первые мои, наверное, настолько сухие, условные там 85-90 килограмм. Раньше я еще был под залитие в этом весе. Вот. И для классики мне всегда нужно было для классического бодибилдинга вообще там, чтобы попасть по соотношению ростовки веса. Это, ну, примерно там 78, что ли, килограмм я выступал. Больше просто, если бы я даже набрал, больше не пролазил. Поэтому, соответственно, для меня это вот такой следующий шаг в моей небольшой массе. Хотя, если вам будет интересно, дальше мы наберем соточку совершенно другую, не которую, да, я сейчас показал залитую. Можно будет на меня посмотреть 100 килограммов, если это, соответственно, будет актуально для моих зрителей. Ну, и, как говорится, ближе к телу, соответственно, как же я худел. Дорогие друзья, я добавил себе, соответственно, обязательно гипогликолитические препараты, потому что, ну, у меня склонность к преддиабету и, конечно, высокой калорийной диете. Глюкоза в крови повысилась, цыпика у меня оставалось 250. Также я начал пролечивать сибор, я пил коллоидное серебро, я пил волшебные волокна, я пил нутриклинз. Вот, также, соответственно, хлорофилл. Это для того, чтобы все перечислено для кишечника, соответственно, чтобы кишечник хорошо работал. Перешел я в основном на клетчатку, перешел я на более объемное количество белка. На ночь я ел сыр, поэтому я еще такой залитый, но мне просто так комфортнее худеть. Постепенно сбавлять обороты, не отказываться сразу от молочки. Конечно, в будущем от нее необходимо будет отказаться, чтобы мое тело было более подтянутым, а не таким водяным, как сейчас. Далее, из добавок, это, конечно, был таурин или карнитин. Соответственно, дальше я попробовал сармы, но, честно вам скажу, ну, где-то, наверное, это было килограмма три. Вот я почувствовал, это уже было немножко под конец, не в начале месяца. На сармах ушло. Потом я немножечко поел. Также я добавил синефрин и добавил габу. На фоне приема синефрина у меня, конечно, соответственно, немножко нарушился сон, но это под конец, опять же. И он дает некую такую трясучку. Просто мне хотелось уже подслить, 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 потому что вот-вот будет выходить видеоролик. И я таким вот читерством занялся. Но для сердечно-сосудистой системы это не всегда полезно. Также, дорогие друзья, конечно, я контролировал индекс HOMO-IR, контролировал ТТГ, но они были без изменений в средних референсных значениях. Я добился того, что сейчас инсулин у меня вышел на 5, глюкоза на 4. Это, ну, замечательный результат, как я считаю. И, соответственно, начинал я с того, что инсулин у меня поднялся до 11. Последний раз я сдавал, когда инсулин, ну, в том месяце, вот после уже видео того. Вот. И, соответственно, глюкоза у меня была 4,8. Также, соответственно, что хотелось бы сказать, наполненность в мышцах сейчас немножко пропала, потому что углеводы я сократил, углеводы я ем что-то в районе 100 углеводов в день. В основном это гречка, булгур и кино. Также, соответственно, я старался придерживаться где-то в районе, ну, полутора граммов жиров на килограмм тела, но, честно говоря, не доедало, иногда получалось в районе 100 грамма жиров всего лишь. Белка я использую максимум, это 1 грамм белка на килограмм тела, и не вижу никакой смысл больше есть белка. Вот. Соответственно, по ощущениям, конечно, я немножко чуть больше стал уставать в первые недели. Вот. Сейчас, конечно, это состояние, оно нормализовалось, чувствую себя замечательно. Единственный минус, что действительно спали руки, и я чувствую уменьшение этой наполненности. Но это от углеводов. Как только я чуть-чуть пробовал, соответственно, увеличивать углеводы, наполненность возвращалась. Поэтому это такая вот игра, некий баланс между нормальным инсулином, нормальной наполненностью и нормальным количеством углеводов. Да, это я вот так вот вижу, ну, где-то в моем случае, как я думаю, что потом я просто перейду на 150-200 граммов углеводов, и наполненность, объемы они снова будут, только уже на сухое тело. Ну, и я буду побольше визуально выглядеть, хотя весить буду меньше. Вот так вот, дорогие друзья, напоминаю вам, кому интересно, вы можете для похудения получить бесплатный чек-лист. По ссылочке в описании будет приложение, нужно его скачать и написать ваши цели, задачи, набрать массу, похудеть. Я совершенно бесплатно вам в рамках этого приложения покажу, соответственно, отправлю для вас анализы. Вот так вот, дорогие друзья, вот, также всех жду на своих платных онлайн-консультациях, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok